Привет, ребята! Это мой второй день, точнее, я бы сказал, даже больше первый полный день в Токио. И смотреть на них, на эти массы людей, отправился на самый загруженный перекресток в мире, который называется Шибуя. Также на Шибуе стоит памятник Хачико. Наверное, вы знаете историю про этого преданного ПСА. Потому что японцы самые отзывчивые люди, которых я когда-либо встречал. Они понимают, что они единая нация, потому что они все доводят до совершенства. Вообще, поезда в Японию – это не просто транспорт. Это неотъемлемая часть системы, культуры, японской идентичности. Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Проект Резидент. Это вторая серия про Японию. Если не смотрели первую, посмотрите. И настоятельно рекомендую это сделать. Вы увидите, как я добрался до этой замечательной страны. Всем привет, ребят! Это мой второй день. Точнее, я бы сказал, даже больше первый полный день в Токио. Вчера я приехал слишком поздно. В 7 часов вечера заселился и успел сходить только на вот эту башенку. На Токийскую башню. А сегодня много чего планирую посетить. Сейчас я, в частности, еду на Шибуя-перекресток. Шибуя-кроссинг является самым загруженным перекрестком в мире. Поехали, посмотрим, как он вообще выглядит. Посмотрим на все эти толпы, массы людей, мигрирующих с одной стороны дороги на другую. Мой отель располагался в районе Шинагава. Встал я, наверное, часов 5-6 утра из-за этого жесткого джет-лега. 13 часов разницы с Майами. И отправился ознакомиться с Токио. Я обратил внимание, что рядом с моим отелем, в непосредственной близости, я бы даже сказал, во дворах, располагается кладбище. Еще несколько кладбищ я заметил на пути с аэропорта в Шинагаву. То есть я понял, что, скорее всего, в Японии, несмотря на то, что плотная застройка, несмотря на то, что концентрация населения на квадратный километр очень высокая, кладбище они никуда не переносят. Да, в общем, меня этот вопрос очень сильно заинтересовал. Я пытался найти информацию в гугле, ничего толком не нашел. Обратился с этим вопросом в группу русскоязычную в фейсбуке. Там тоже никто, ну, внятно не сказал, почему так происходит. Кто какие версии выдвигал, ну, более-менее сошлись на том, что вроде как вот эта территория, как правило, она принадлежит храму. Храм сам решает, что с этой территории делать. Принадлежит она уже ему 300 лет. И так, я как полагаю, японцы очень свято чтут традиции. Поэтому, несмотря на очень высокую стоимость этих вот, вот этой земли, кладбище остаются на вот этих местах. И самое интересное, они очень гармонично вписываются в современный дизайн Токио. Потому что Токио очень контрастный. Вот даже будучи там всего лишь один день, я заметил там какие-то новые здания, соседствуя с старыми синтаистскими буддистскими храмами. Все это смотрится очень гармонично. И в частности, вот кладбище, это не какие-то кладбища, вот знаете, вот американские с покосившими крестами. Они красивые, они уютные, ну, как сказать, уютные. Наверное, уютные для покойников. Но у тех, кто еще не отправился на тот свет, никакого дискомфорта они не вызывают. Они выглядят, как некие такие садики вот в городской черте. Да, а вы в институт тоже на такси ездили? Сомневаюсь. 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 Ну, начнем с имени Михаил Мозжечков. Мою фамилию произнести сложно. Не только японцем, но и русским. Вот. Сам из Москвы. То есть, соответственно, в Японию приехал, получается, уже 27 лет назад. То есть, 1992 год. Сразу после развала СССР, наконец-то удалось выехать. То есть, сразу скажу, задача выехать не ставилась. То есть, многие там считают, что вот только бы из этой страны и куда подальше. Такая задача никогда не стояла. И до сих пор являюсь патриотом, но на расстоянии. Вот. Просто я закончил Московский инженерно-физический институт. Вот. И после развала СССР в науке было, ну, совсем тяжко. Скажем так, позиция в ФИАНе, допустим, в физическом институте Академии наук была гарантирована. Но зарплата была бы, ну, наверное, как на стоимость единого проездного, чтобы доехать на работу и обратно. То есть, это как работать за идею. А хотелось, наверное, заниматься чем-то вот таким, чтобы и деньги, и интерес. Вот. И тогда я поступил, собственно, в Токийский университет заочно. И приехал сюда. Три года у меня была исследовательская работа, мастер-курс. А потом, соответственно, еще три года докторский курс. То есть, я здесь по полной программе отучился. Поскольку Токио является самым густонаселенным мегаполисом в мире, то я решил, что, наверное, самой главной достопримечательностью этого города будут сами токийцы. И смотреть на них, на эти массы людей, отправился на самый загруженный перекресток в мире, который называется Шибуя. Все, я на этой Шибуи, в Шибуи-перекрестке. Сейчас почему-то он не выглядит, как самый загруженный перекресток в мире. Я бы больше сказал, он выглядит, как самый, наверное, не загруженный перекресток. В этот день, к сожалению, было не так много народу, потому что добрался я на Шибуя в 10 утра, и, видимо, пропустил вот этот утренний час пик. Шибуя держит рекорд по количеству людей, одновременно пересекаемых дорогу. То есть порядка 2,5-3 тысяч людей в загруженные моменты часа пик могут пересекать вот этот перекресток. Просто представьте, 3 тысячи человек – это просто океан людей, океан голов. То есть такая движущая масса, которая просто тебя завораживает. От такого массива людского в глазах, если честно, уже рябить начинает. Продолжение следует... С одной стороны, что позволяет японцам, так сказать, работать на эту страну и, так сказать, платить налоги, и работать на благо страны, что они понимают, что они единая нация. То есть это самое, скажем, монотонное общество в плане многонациональности. То есть, мягко говоря, 98% японцев, остальные 2% иностранцы. Из них, допустим, там основная масса более миллиона корейцев, потом идут китайцы, но все остальные. То есть, если посмотреть, все вокруг японцы, все вокруг свои. Все одним императором сделаны, если там верить легенде, соответственно. И поэтому у них есть понятие, что мы японцы, мы другие. И они еще в период Мейджи сформировали... Я думаю, сначала у них был определенный комплекс перед белым человеком, который приплыл там с автоматическими ружьями, с паровыми пароходами. И они стали пытаться доказывать сами себе, что они вот просто своеобразные, и они такие, каких вот больше нигде нет. И в этом доказательстве они преуспели. Даже если убрать национализм Второй мировой войны, все равно осталась уникальность. То есть японцы считают, что их язык самый сложный. Что вот иностранец, говорящий на японском, это вообще там вот как он смог сказать там здрасте, до свидания. Сразу говорит, ты крутой. Вот. И эта нация именно поэтому вот так сплоченно может работать для одной идеи. Плюс альфа, естественно, преступность, я думаю, низкая. Потому что, опять же, они чувствуют себя монотонным обществом. И как бы это общество привыкло жить как бы в коллективе и не мешать жить другим людям. Эта идеология мне очень нравится. Также на шубой стоит памятник Хачику. Наверное, вы знаете историю про этого преданного пса, который после смерти его хозяина, профессора местного университета, приходил его встречать. Встречать вот как раз на этой станции, на станции Шибуя, куда он возвращался после работы. И встречать он его приходил на протяжении целых 8 или 9 лет, вплоть до вот того, как он умер, этот пес. И в Японии он стал символом преданности. Живую легенду стал еще при жизни, но вот после его смерти, тем более, японцы решили увековечить память о нем и поставили памятник. Я не буду врать, не знаю, когда они установили именно этот памятник, но вот историю Хачика, наверное, знает уже весь мир. Вот такая вот, с одной стороны, печальная, с другой стороны, замечательная история. История дружбы человека и собаки, которая, ну, наверное, в мире не имеет аналогов. Как вы понимаете, для того, чтобы перевозить все эти людские потоки без грамотно продуманной, мощной системы, транспортной системы, просто не обойтись. Потому что, если все эти люди сядут в машины или в автобусы, то любой город, любой мегаполис мира просто-напросто встанет. Поэтому второй вопрос, который меня интересовал, как Токио справляется со всеми этими людскими потоками. И второе место, куда я отправился, это самый загруженный вокзал в мире, который называется Шинджуку. Только вдумайтесь в эту цифру. Средний пассажироподток, проходящий через этот вокзал, 3,5 миллиона человек в день. Через этот вокзал проходит огромное количество поездов. Это и Шинкан-Сентрэйн, и пригородные поезда, и метро. В общем, все вот эти поезды, которые существуют в Японии, а их существует огромное количество. В общем, это Шинджуку-стейшн, это огромный, огромный по своей площади вокзал с огромным количеством платформ. Здесь несколько этажей разного типа поезда, то есть и пригородные поезда, и метро. При этом здесь располагается торговый центр. Там 7 этажей, 56 платформ, ничего только на этом вокзале нет. Вообще, японский метро довольно-таки сложно для понимания. Тут, как говорится, будь гистограмм, да, и не разберешься. А тут не то, что иностранцы, это своими японцами, да, непонятно, куда ехать. То есть, если, например, это какое-то место, куда вот товарищ японец не ездит постоянно, как запрограммированный на работу или в институт, то они тоже начинают теряться. Не понимаю, что иногда, если ты идешь в разные статистики, всегда как разрушается. Несмотря на такую загруженность, метро, на самом деле, все очень круто организовано. То есть, все идет по часам. Единственное, что, единственной причиной каких-то там задержек или каких-то пробок являются иностранцы, как я, например, которые постоянно норовят зайти мне на ту полосу, встать на ту полосу и блокировать со мной потом движение. Да, если вдруг вы потеряли, что произошло со мной, то никакой не путеводитель, не Google Maps. Google Maps вообще меня вводил там по всем этим этажам, по всем этим уровням. Минут 20 я ходил, искал эту платформу, в итоге пришел на то же место, откуда ушел. Тут даже Google Maps не разобрался. Поэтому, если вы потерялись, никакие технологии вам не помогут. А поможет простой японец. Потому что японцы самые отзывчивые люди, которых я когда-либо встречал. Вот этот бедолага, который попросил найти мне платформу, помочь мне найти платформу, так озадачился этим поиском, что позабыл вообще обо всем на свете. В общем, минут 10-15 мы с ним ходили. Он, походу, человек пять, наверное, встретил. Спросил, не знают ли они, откуда отходит этот поиск, который мне нужен. Встретил своего коллегу. Теперь нас уже трое ходят и ищут поиск, который нужен, кстати, не им, а мне. Минут через пять я уже даже отборачиваться не хотел, потому что мне казалось, что уже весь вокзал ищет мне платформу. В общем, с горем пополам мы нашли какого-то дежурного по станции, коих тоже там насчитывается человек пятьсот, наверное. Он показал направление, куда мне идти. Мой бедолага японец ринулся было уже покупать мне билет. Причем за свои деньги я уже его остановил, что нет, слушай, дорожище. Если я, не знаю, после всего этого тебя в Майами не приглашу, вы меня вообще не забрали. В общем, вы знаете, вот этот опыт, он показал, насколько люди могут быть разные, насколько люди в обществе могут вести себя по-разному. И вот это вот желание помочь, взаимовыручка, это не единственный случай вот с этим японцем был. На самом деле я вот подходил, наверное, общался, вот когда потерялся или искал куда-то, куда пройти, но человек десять. И все как один пока не укажут мне те места, которые я ищу, либо на карте, либо проведут меня, один успокоится. Ну, от этого надо отходить. Вот это называется культурный шок, только в хорошем понимании этого слова. Вот видите, какие японцы, пока дома они доведут, чтобы не успокоятся. Потому что они все доводят до совершенства. То есть они следуют правилам. Вот немцы очень сильно следуют правилам. Немцам сказали так и так, и будет так и так, а все остальное верботан и не дергаться. И японцы, они очень похожи на немецкую нацию в этом смысле, только у них единственный момент есть в том, что они могут иногда давать поблажки, они иногда находят боковые методы, как обойти какие-то правила. Но в целом, конечно, если вот решили, что нужно так, значит так. То есть нужно там вот так кланяться. Если вы молодой работник, вас принимает компания, это все равно, как вас, я думаю, в армию забрали. Потому что вы получаете книжку молодого бойца, в которой будет написано, такому начальнику кланяться на 30 градусов, такому начальнику на 45, а вы очень уважаемым клиентам на 90. И то есть вы получили инструкцию, как докланяться, и вы полностью следуете, соответственно, этой инструкции. Будучи там и оказавшись в Японии впервые, очень тяжело понять, как общество может работать с такой самоотдачей, с такой высокой социальной ответственностью. Вообще поезда в Японии – это не просто транспорт. Это неотъемлемая часть системы, культуры, японской идентичности. Эти поезда перевозят больше всех пассажиров в мире, причем Япония – не самая населенная страна. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Чтобы не было никакого хаоса, здесь все расчерчено по линиям И вот так вот японцы перед тем, как зайти, сесть в вагон, они выстраиваются в очередь У них все довольно-таки организовано и проходит без каких-то там процессов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Если в Америке очень популярно арендовать скутеры, приезжая в какие-то города туристические, особенно в южные города, то здесь катаются на картингах, как в этим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА